Сегодня в городе Березовском, под пятиэтажкой на Гагарина 11, почти завершились восстановительные работы по спасению дома от полного провала. Напомню, что в ночь с 25 на 26 мая, под этим восьми подъездным зданием проявились огромные ямы. Провал связан, скорее всего, со старинными золотоносными выработками. Известно, что Березовский это старый золотодобывающий городок. Желтый металл там копают и моют уже 250 лет. Но на сегодня, к сожалению, утеряна вся документация, касающаяся добычи золота в 18 веке. То есть пространство под городом Березовским теоретически может быть все испещрено стволами, шурфами и шахтами, и где в следующий раз почва просядет неизвестно. Зато уже в 70-е годы текущего столетия при строительстве этого дома было понятно, что что-то тут не ладно. Уже на стадии закладки фундамента начались проблемы, но при совке на них особо не акцентировались. Кое-какие технические обоснования умных институтов обеспечили и вперед. Первый провал под домом на Гагарина 11 произошел в 1994 году. В 1994 году появился провал. Приезжали различные научные организации, граждан проект был здесь, выдали нам технические рекомендации. Мы их выполнили после выполнения технической рекомендации. Был акт приемки выполненных работ. Вроде бы все должно быть так. Стоять дом, никаких происшествий не должно случиться. Но все-таки это случилось. Второй провал земли под зданием приключился ночью в прошлую пятницу. Жители услышали треск стены и в ужасе бросились на улицу. По счастью, дом не разломился пополам, никто не пострадал. Сначала провалы были глубиной в 4 метра. Но в субботу-воскресенье дыры в земле стали углубляться и расширяться, и достигли по прикидкам специалистов 15 метров. На этой неделе строители-восстановители заполнили все полости в земле щебнем. Природа, как известно, не терпит пустоты. В щебень заколотили железные пруты, называемые обвязкой, и залили все это дело бетоном. Почти везде. Остались небольшие доработки на пару дней. Угрозы для жителей этого дома не представляет никакой. Здесь приезжали специалисты, госгортехнадзор, граждан проект, другие институты занимались обследованием этого дома. Но для того, чтобы как-то обезопасить жизнь и перестраховать самих себя и жителей, мы произвели отселение людей из этого дома. Мы сейчас принимаем меры для того, чтобы укрепить и ликвидировать ту ситуацию, которая случилась. Научные работники предлагают различные варианты. Идет на ходу корректировка предложения. То, что выдают рекомендации, мы их выполняем.